Привет, друзья! Продолжается безобразие, творимое Хунтой Лукашенко на польской границе. И вот о чем идет речь. На этот раз польские пограничники нашли еще одного человека, которого убила Хунта Лукашенко. Это случилось уже сегодня утром. За вчерашний день 271 нелегальный иммигрант, которых свезла Хунта к польской границе, попытались пройти эту границу. У них ничего не получилось. Все остались в Беларуси. И, кроме, интересно, задержано трое иракцев, всех остальных, повторюсь, отправили назад, и пятерых белорусов, проводников. Интересно, что они запоют на допросе. То есть, этих супчиков взяли и увезли их в полицию. И вот, что произошло на границе. В тот момент, когда поляки разворачивали назад в Беларусь очередную группу мигрантов, одному из них стало плохо. По всей видимости, сердечный приступ. Сейчас трудно сказать, что это было. Похоже на приступ. Человек упал, и, несмотря на принятые реанимационные меры, к сожалению, к большому, этот человек умер. Еще одна, таким образом, смерть на совести бандита Лукашенко. Напомню, каким образом это все происходит. Он ищет на Ближнем Среднем Востоке, он, это Лукашенко, его посланники, ищут людей, которые в тяжелой ситуации, которые хотят вырваться из своих стран оттуда, которые, понятная ситуация, Афганистан, Ирак, Сирия, ситуация там аховая. И, таким образом, они предлагают от 3 до 15 тысяч евро за перевозку в Европу. говорят, что доставят до Германии. И через Беларусь. Ну, понятное дело, что очень многие иракцы, сирийцы, просто понятия не имеют. Где-то Беларусь, где-то Германия думают, что они туда попадут. А они в результате попадают. Только не туда, а на деньги. Деньги они отдают Лукашенко. А вот в Германию они не попадают. В Беста Германии они остаются навсегда в Беларуси. Вот. И, собственно говоря, таким вот образом Лукашенко, по всей видимости, поправляет свое финансовое положение, потому что платить ему уже нечем даже бандитам милицейским. У вас же нету полиции, у вас милиция. Вот этим милицейским ему уже нечем платить, соответственно, вот пополнять таким образом свой бюджет. А с другой стороны, я не знаю, меняет он, что ли, демографический состав населения? То есть, видимо, славяне ему больше, как бы, и не нужны. Вот. И поэтому он массово свозит жителей Ближнего и Среднего Востока. Мне тут тяжело сказать. Поправьте меня, белорусы. Как вы видите? Как вы видите вот эту всю ситуацию с точки зрения того, что, наверное, уже 20 тысяч мигрантов скопилось на территории Беларуси без каких-либо шансов перейти в Западную Европу? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!